Всем привет, с вами H2, и это мое мнение о первых двух часах игры Jet Lancer. Итак, Jet Lancer это достаточно аркадные воздушные бои. И признаться, я никогда не был большим любителем игр про самолеты. Но геймплей в трейлере показался интересным, я решил переступить через себя и не прогадал. Однако, обо всем по порядку. В игре Jet Lancer мы играем за девушку пилота-наемницу Ash. Что примечательно без двойки. Да оно и понятно, и вы девушка. Без обид, Уильямс. Путешествуя по небольшому миру, на таком же размерами авианосце, мы берем задание у правительства, обычно связанное с противостоянием воздушным пиратам. И тут-то в игру и врывается самолет. Причем врывается, должен признаться, и красиво, и бодренько. На геймпаде примерно так. Левый стик на направление полета, курок набор скорости, есть кнопка атаки первичным оружием, типа пулемета, и эту кнопку можно заклеить скотчем, так как никакого ограничения тут нет, и было всего две миссии из нескольких десятков, где не надо было палить во все стороны, как сумасшедший. Также есть кнопка вторичного оружия, боезапас которого ограничен, но крайне быстро восстанавливается. При длительном нажатии кнопки вторичного оружия можно также зарядить супероружие. Есть перегреваемый форсаж, и есть кнопка у ворота от атак. Примерно таково все управление в игре. И на самом деле, поначалу местный геймплей немного обескураживает. Начнем с того, что игровая область крайне мала. Самолеты двигаются достаточно быстро, и обычно все, что ты успеваешь сделать, когда догоняешь вражеский самолет, пару раз попасть выстрелом, возможно, отхватить в ответ, и все, заходить на новый круг. Как вы можете понимать, все это не слишком захватывающе. Особенно с учетом вторичного оружия и супероружия. Потому что вторичное оружие – это чертова самонаводящаяся ракета. А супероружие – чертова куча самонаводящихся ракет. И ты вообще не понимаешь смысла использования пулемета. Однако вскоре, через пяток миссий, все встает на свои места, и игра раскрывается. В чем же дело? В двух вещах. Первое в том, что вражеских самолетов тут будет до задницы, и самонаводящихся ракет будет банально не хватать. А второй момент, что здесь присутствует механика, что если вы врезаетесь во врага или про джектайл в режиме неуязвимости, первичная атака значительно усиливается на несколько секунд. И это достаточно классная механика, которая провоцирует тебя рисковать, чтобы лучше проходить игру. В общем, моя оптимальная стратегия выработалась достаточно быстро. Летим в сторону наибольшего скопления врагов, поливаем основной атакой, при приближении выпускаем несколько ракет. Как только появляется кто-то на экране, долбим по кулдауну неуязвимость, если совсем все плохо, можно еще суперудар заюзать. Должен признать, это работает довольно неплохо. Плюс к этому в игре еще есть одна классная фишка. Если вам на хвост сел вражеский самолет, он будет вас преследовать. Можно, конечно, пытаться разогнаться и люфтить как сумасшедший, а можно отпустить акселератор, из-за чего ваш самолет полетит по инерции, крутануться на 180 градусов и летя хвостом вперед замочить супостата. Выглядит, конечно, очень эффектно, да. Вот такая вот стратегия. Но игра умудряется немного подламывать эту стратегию, то давая новые цели задания, а не просто убей их всех, то вводя новых юнитов, воздушных, наземных, наводных, то боссов, то новые дополнительные супероружия, которые хочется попробовать. В общем, найдет чем разбавить оптимальную стратегию. Хотя, если мы начнем говорить об этих элементах подробнее, я боюсь, у меня будет ряд небольших претензий. Хотя, вы же знаете, какое бесстрашное, да? Так что, что мы ждем, погнали. С чего мы начинали-то? Новые задания. Ну, на самом деле, тут все достаточно разнообразно. Немного, конечно, бесят миссии с экскортом. На местной-то скорости охранять какого-нибудь придурка, который так и мечтает куда-нибудь врезаться. Тот еще рандом, честно говоря. Но, слава богу, таких миссий всего парочка. Новые враги. Видно, что разработчики старались и вводили новых врагов. Их тут много. Есть, которые атакуют из автомата. Есть те, которые ракеты запускают. Есть те, которые взрываются после смерти. И те, которые убивают тебя, дпшись в тебя. И особенно жирные есть, которым не хватает одного залпа ракеты. И небольшие группы мелких истребителей имеются. Но меня немного печалит то, что о большинстве я узнаю постфакту, после уничтожения. И не подумайте, спрайты-то меняются. Просто враги уничтожаются или за экраном, или появляются на миллисекунду, пока не успевают сдохнуть. Это немного печалит и затрагивает разговор о дальности видимости. Но, помимо воздушных юнитов, тут появляются наземные и наводные враги. Это классное дополнение. Обычно они закидывают вас залпами и ракетами снизу. Но черт, несмотря на то, что они круты, процедура их убийства достаточно скучная и безвариативна. Вспомните, как я описывал воздушный бой. Так с наземными врагами такое не прокатит. Ты можешь через них тпшнуться только в землю. Жизни у них много, и условными ракетами закидывать их дело не быстрое. А экранчик-то, монитор, вообще-то вытянут по горизонтали. Поэтому те миллисекунды, что обычно есть для атаки воздушного противника, в случае с наземным, во времени делятся еще на два. И единственный нормальный вариант, к сожалению, по сути, мочить его суператакой. Вообще, было бы очень круто иметь возможность бомбардировать их, летя на сверхнизкой высоте. Это было бы здорово, но жаль, такой возможности, к сожалению, нет. Если же мы перейдем к боссам, в целом здесь все отлично. Они интересные, зачастую выглядят масштабно. Ставим плюсик. А теперь переходим к новым доп. оружиям, супероружиям и открываемым модулям скиллам. И тут на самом деле все не слишком хорошо. Начнем с процедуры их получения. По карте с заданиями вы передвигаетесь на авианосце. И это, в принципе, все, для чего за два часа был нужен авианосец. Получаем все ништяки мы не за деньги, не за опыт, а просто иногда после выполнения каких-то заданий. Причем зачастую последовательность выполнения некоторых заданий выбирает игрок. И казалось бы, ну вот, понятно, лучше выбирать те задания, за которые будут давать апгрейды. А потом уже остальные, чтобы было проще. Но нет, в информации к заданию нет такой информации. И на самом деле меня несколько печалит и обескураживает, что вот большая карта с авианосцем, перемещениями по ней, по-видимому, выполнена только для атмосферности. И выбора из короткой последовательности заданий, через которые все равно придется пройти. Ну ладно, предположим, апгрейд мы получили. Но постоянная проблема понять, что это вообще за апгрейд. Это точно апгрейд, а не даунгрейд. Я просто подозреваю, что они могут быть. Так как один из модулей, коих тут можно одновременно выбирать до четырех, немного увеличивает скорость. Но из трех жизней оставляет, блин, одну. И вот летаешь ты такой с самонаводящейся ракетой, и внезапно открываешь несамонаводящуюся ракету. А, ну, она дымажит больше? Дальше летит? Я не знаю. И хрен это проверишь. Так как попробуй вот в такой вот фигне проверь. Из трех вновь открытых супероружий я периодически экипировал только одно, которое может поставить до трех дронов, коими удобно и воздушную область удерживать, и наземных уничтожать быстро. Остальное вообще непонятно, надо ли. Один какой-то тухлый заряд, который явно предназначен для уничтожения только наземного транспорта, но вроде не особо и уничтожает. Мощный заряд, который я проверял опять же на наземном транспорте, особо профита тоже не принес. Короче, единственный способ понять, что это за оружие, загружать миссию с боссом, так как только у него есть полоска здоровья. После этого вооружаться линейкой, так как эта полоска безразмерная, и желательно с секундомером, так как мне показалось, что суперудары перезаряжаются с разной скоростью, но я не до конца уверен. В общем, тут или нужна возможность потренироваться на манекене, или поподробнее описывать, что это за фигня, а лучше и то, и то. А то мне иногда кажется, что игру делали не наши соотечественники, а инопланетяне с Нибиру. Что значит универсал и специалист? Более общую сборку под разные варианты, где может использоваться оружие? Ну, предположим. А что есть вот это вот, низкое и высокое? Общая мощность атаки? Общая скорость полета снарядов? Температура за окном? Что это за хрень? Или, к примеру, в меню настройки. Тут есть отдельное забавное меню «Доступность», которым, кроме прочего, вы можете сделать ваш самолет неуязвимым. Что мне кажется как-то перебором. А где ж тогда опция показать мне финальный ролик, чтобы уж наверняка... Ну, ладно. Тут есть еще куча опций с автоподключением разных штук. Вроде бы по названию более-менее понятно, но хотелось бы все же краткое описание, тем более, что и место под него есть. А так, включил, пару миссий прошел, особой разницы не заметил и не уверен, правильно ли я понял, как они должны работать. На самом деле, вместо этих опций, я бы лучше предпочел бы опцию «Всегда огонь» на первичное оружие. В общем, по геймплею это можно считать все. Но меня постоянно подтачивает червячок. Что ж тут такая маленькая область обзора? Я не сильно гоню по этому поводу, так как изменения достаточно глобальные. И я не автор. Я не уверен, что прям ничего тут не поломается, если увеличить область. Но как же не хватает осознания, кого ты убиваешь. Потому что убиваешь зачастую чисто по приборам. Да и наземные враги меньше бы подбешивали. А, ну еще сюда можно добавить, что иногда игра чуть-чуть подзависает при лобовом столкновении с врагом. Но это не слишком мешает. И хрен знает, может это типа так для эпичности и застрение внимания игрока специально сделано. Не знаю. В остальном же все сопутствующие элементы игры выводятся в плюс. Визуальная часть хороша. Немного, конечно, раздражают. Жутко пиксельные морды на сглаженном интерфейсе с округлым текстом. И хотелось бы чуть-чуть побольше деталей на часть задников. Но в целом очень даже симпатично. Музыка драйвовая, отлично подходит к игре. Сюжет, казалось бы, вначале пробуксовывал. Но где-то после первого часа смог и несколько интересных персонажей вернуть. И какого-никакого главгада представить. И даже несколько интересных конфликтов развернуть. Не уверен, конечно, что сюжет здесь будет блистать. Но пока что понаблюдать за ним по небольшим диалоговым окнам интересно. Короче, за два часа по статистике я прошел половину игры. И надеюсь допройти ее полностью в дальнейшем. Рекомендовал бы вам ее к ознакомлению. Единственное, жаль, что стартовой скидки не завезли. И 360 рублей на нее придется выложить. Хотя, скоро лето. А как говорится, где лето, там и летняя распродажа. Вот так вот. А пока что с вами был H2. Увидимся в следующий раз. Летим в сторону наибольшего скопления врагов. Поливаем основной атакой. При приближении выпускаем несколько ракет.